Клинический пример номер 11. Это второй сегмент верхней, понятно, верхняя челюсть, но обращу ваше внимание, так же как и в предыдущем клиническом примере, это одна и та же пациентка, у нее генерализованная форма рецессии в полости рта, в сочетании с абразиями, также генерализованными, опять же критически тонкий биотип, отсутствие адекватной такой шимичной такие дёсты, раньше был такой термин, они белёсые даже, то есть очевидно, что недостаток питания, ну и тут есть критически глубокая рецессия в области клыка, был предложен такой же алгоритм для этой пациентки, в этом случае мы оперировали только один сегмент, второй методом ротированного лоскута, коронально смещённого пазухелесантис. Центральный зуб 23, это заполнение парадонтальной карты с внесением и измерением расстояния от режущего края до десны, зубы 26, 25 и 24, продолжение измерений парадонтальных зубы 21 и 22, и измерение расстояния от режущего края до десны, зуб 23. И продолжение измерения в области зуба 23, откладывание параллельно сразу точке начала хирургических сосочков, измерение глубины рецессии десны, откладывание высоты на дистальном сосочке в области зуба 24, дизайн разреза, ротированный коронально смещённый лоскут пазухелесантис, центральный зуб 23, все сосочки хирургические обращены к нему, фиксация дизайна разреза, я обращаю ваше внимание на то, что в глубину рецессии откладываем вершину анатомического сосочка, и эта точка отсчёта будет вершиной хирургического сосочка. Сформированный слизистон косично расщеплённый лоскут, естественно, никаких чудес, фенестрация вершины в картикальной пластинке замыкающей вестибулярной, да, её отсутствие, высокий уровень прикрепления, здесь костный, в данном случае глубокие образы, и, в общем, всё, что мы ожидали и на основании чтения КЛКТ в том числе. Напоминаю, на верхней челюсти мы добавляем в операцию плюс зуб, вертикальные разрезы не проводятся. Промерка мобилизации слизистон косичного лоскута, обработка поверхности корней гелем ЭДТА 17%, 2 минуты экспозиция, обработка поверхности корня продолжается, это форума выпуска твёрдой мозговой оболочки, вот как она приходит с производства, да, в клинику, можете посмотреть. Твёрдая мозговая оболочка ещё не подготовленная, просто выбор размеров происходит, или подготовленная перфорированная твёрдая мозговая оболочка, нерегидратированная ещё пока. Свободный десневой депитализированный трансплантат, взятый с нёба. Две твёрдые мозговые оболочки, подготовленные перфорированные, нерегидратированные. Свободный десневой депитализированный трансплантат, вот фотография для того, чтобы оценить его толщину. Свободный десневой депитализированный трансплантат, также. Деэпитализация трансплантата, продолжение деэпитализации трансплантата, финишная деэпитализация десневого трансплантата. Это то, как выглядит деэпитализированный свободный десневой трансплантат. Фиксация пластических материалов. Обратите внимание, что в области зуба 23, как я в самом начале клинического примера сказала, критически для глубокой рецессии было принято решение по возможности сюда зафиксировать пластический материал собственного происхождения, то есть это аутотрансплантат. А во всех остальных участках в связи с лимитированным количеством свободного десневого трансплантата мы применили уже известный вам малопластический материал, твердую мозговую оболочку, перфорированную и регидратированную. Вы видите на снимке, как пришиты, зафиксированы все эти пластические материалы простыми узловыми швами к межзубным пространствам. Фиксация свободного десневого деэпитализированного трансплантата узловыми швами к межзубным промежуткам. Также особенности фиксации можно наблюдать. Ничего такого ужасного рядом в расположении разных пластических материалов. Ничего не произойдет с этим страшным. Фиксация твердой мозговой оболочки к межзубным промежуткам. Ушитая рана. Деэпитализированные анатомические сосочки совмещены с хирургическими сосочками. В области зуба 23, вы можете даже видеть, и 24 кусочек. Визуализация свободного десневого деэпитализированного трансплантата – это абсолютно допустимая ситуация. Главное, чтобы твердая мозговая оболочка была и вылезала нигде. У нас не визуализировалась из-под лоскута. Вдобавок тут, в связи с тем, что все-таки высокое клиническое прикрепление, были проведены после иммобилизации и фиксации лоскута в новом положении, после его ротации, еще двойными обверными кисетными швами традиционно. Это горизонтальные крестообразные матрасные швы. Они проводятся для того, чтобы убрать напряжение ткани, и чтобы лоскут в него будет куда-то перемещаться. Также, поскольку у нас здесь был плюс один зуб, у нас нет вертикальных разрезов, а там в лоскуте зуба 11 тоже была рецессия, таким образом решили еще превентивно, на всякий случай, сделать композитный шов. Чтобы нивелировать все эти воздействия. Особенности фиксации. Ну, тут, в общем-то, достаточно все понятно. Двойной обверной сосочковый шов. Ну, и на всякий случай я его прошила с каждой стороны. То есть, получился, что узелок с каждой стороны, и с каждой стороны петельчика. Обратите внимание, что в области зуба 25 у нас даже излишнее коронельное смещение произошло. Но это связано с тем, что в области зуба 23 критичная глубина рецессии была. Фиксация. Обратите внимание, что твердая мозговая оболочка полностью вся укрыта, с расщепленным слизистым костничным лоскутом. Состояние тканей спустя 3,5 месяца. Давайте проанализируем их. Рецессия в области зуба 26 устранена полностью. Рецессия в области зуба 25 устранена полностью. Рецессия в области зуба 24 устранена полностью. Рецессия в области зуба 23, где была критичная глубокая рецессия устранена полностью. рецессия в области зуба 12 осталось здесь полтора миллиметра и полтора миллиметра в области зуба 20 22 извините и 21 обращаю ваше внимание да это наш любимая фотография до после посмотрите как качественно поменялся биотип десны какое мы получили сопоставимый абсолютно результат по биотипу что в области применения свободного десневого трансплантата что в области применения твердой мозговой оболочки везде мы получили прикрепленную десну у нас везде есть измененный биотип в более утолщение в сторону утолщения и везде устранены лица и сей десны а